Есть несколько мероприятий в этом году, которые посвящены юбилеям разным. Это 80 лет Висбора, Якушина, Новелла Матвеевой, 70-летие Сергея Никитина. И вот этим мероприятиям, точнее, этим событиям посвящены разные мероприятия. Вот это вот продолжение вечеров Висбора, точнее, не так, продолжение программы «Наши песни. Удивительная жизнь» посвящено именно Висбору. Потому что на самом деле у него день рождения 20 июня, и всегда, когда в ГЦК «За Россия», когда в Крокусе, когда в театре МХАТе имени Горького проводятся всякие разные мероприятия. Сейчас, я думаю, это уже идёт, по крайней мере, со слов Татьяны Висбор, это идёт некий излёт. То есть нет консолидирующей силы, которую могла бы раз, а потом объединить. А потом уже очень многие как, некоторые стали народными артистами, некоторые стали заслуженными деятелями. И все себя ведут в этом смысле по-разному. Достойно уважения, допустим, Сергея Якушники. На прошлом фестивале я ему предложил заплатить, и у нас был выбор. То есть либо заплатить ему, либо эти деньги каким-то образом отдать тем, на кого мы обделяем практически. То есть все, кто работает практически из-за идей. Он сказал, мне не надо никаких денег. Лёша Ивашенко сказал, мне не надо никаких денег. То есть на детях эти люди не зарабатывают. Это достаточно, в общем, приятно, конечно. В отличие от Дворца Съездов, который пригласил Жераллина Родину и призывал много-много билетов. Нет, ну он дал, да, они дали нам билеты. Мало того, они нам дали денежек на автобус частичный. Это я поставил условия. Сейчас одну секунду. Ален! Вот. Ну, я, честно говоря, сюда рвался еще по одной причине. Здесь вести будет Татьяна Висберг и Александр Городницкий. Александр Городницкий, он, скажем так, давничный, может, скажем так. Ну, если я не кумир-то прямо в полном смысле, но человек, которого я почитаю за хороший слог, за нехитрую совершенно музыку, в конце концов, за неумение играть на гитаре. Ну, за многое, за то, что он пишет очень много. Мы были в прошлом году на фестивале «Балаклавские каникулы» в Севастополе. Ну, Балаклавский, Балаклав, Севастополь. И был вечер, посвященный его, в прошлом году ему было, в смысле, вечер, посвященный этому событию. Он вышел и сказал, я даже представить себе не мог, что я это все написал. То есть первое отделение мы пели его песни, а второе отделение он, под аккомпанементом, ребят, пел свои песни тоже. Просто потрясающе. Конечно, народище было, по-моему. И, конечно же, зал просил его спеть «Севастополь останется русским». У него есть такая песня. Он ее пел у памятника «Солдату и матросу» на огромной площадке, где несколько тысяч человек собираются. Он пел и в этом зале. Всегда под аплодисментом, по требованию в Севастопольском. И вот буквально 3-4 дня назад я ему позвонил, он сказал, «Арсан Васильевич, вы пророк». Он говорит, я знаю, ты не первый мне звонишь. Ну, он говорит, вот сейчас я подошел к нему, он говорит, да я сам его удивлен. Я говорю, я честно, я там служил сейчас, на флоте, на боевом корабле. Я говорю, я не спал 3 ночи. Он говорит, да я сам не спал. В общем, короче говоря, вот такая вот история. Но я думаю, что уход таких серьезных людей, которые связывают жанры, раздробит немножко это дело. Но благодатная почва – это занятие с детьми. И я думаю, что мы будем этим делом продолжать, чего бы это нам не стоило. По сравнению с теми годами, первыми десятилетиями авторской песни, нынешнее, скажем, нулевое десятилетие, насколько оно лучше, хуже, дети? Нет, ну в каком смысле? Монстры, мэтры уходят. А, в этом смысле? Ну, что я могу сказать, что давным-давно еще, когда только начинались вот эти вечера, и Нина Филимоновна, Тихонова-Висбург, приехала к нам в одиннадцатую школу с тем, чтобы подобрать себе детей, которые бы что-то исполняли. Кстати говоря, она взяла Ксюху нашу Машку с песни «Мы с тобой лишь два отголоска». Ее песня на стихи Цветаева. Я ей сказал, Нина Филимоновна, это же о вас с Висбургом. И она, эта Ксюха была единственным человеком, который пел свою песню на вечер Висбург. Вот, а потом она еще, ну, подобрала еще ребят, наши ребята всегда пели, это вот, альпинистов, которые сегодня будут маленькие петь. Ну, все, очень много песен они пели. И практически везде, где только был вечер Висбург, везде наши ребята пели такие, ну, скажем так, бардовские шлягеры. Висбург, конечно. Вот, что происходит сейчас, я не знаю. Достойная ли смена растет? У нас, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова